Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmania и сегодня я вам расскажу об очередном интересном товаре. Итак, я начинаю, поехали! Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на распаковочке очередной рюкзачок. В этот раз с Алиэкспресс. Почему надо покупать рюкзаки на Алиэкспресс, я, наверное, вам не расскажу, но мой выбор спал именно на интересную компанию Tiger Nu. Соответственно, понадобился рюкзак, новый рюкзак, пошел по магазинам в городе, ничего интересного нет. Точнее, в принципе, все то же самое китайское, только в 2,5-3 раза дороже. Поэтому, если вы задумываетесь над приобретением хорошего, качественного рюкзака, то я надеюсь, сейчас я вам его покажу. Доставка по России, продавец очень хороший в этом плане, общительный, все быстро отправил, ну, за неделю с деком, ссылки в описании. Итак, фирменный пакет Tiger Nu. Я, собственно, хочу вам сейчас его показать, рассказать о своих впечатлениях, потому что все-таки тактильные ощущения, они должны быть произнесены в первую очередь. А потом уже, может быть, в процессе эксплуатации какие-то выражу свои мысли в своем телеграм-канале, точнее в чате, в телеграм-чате, куда вы можете добавиться и непосредственно спрашивать меня о том, что вас интересует. Посылка с деком, очень быстро. Давайте я вам сейчас расскажу. Вообще, конечно, рюкзаки надо показывать непосредственно, ну, скажем так, в деле. Нравится что? Первое, с чем мы сталкиваемся, это упаковка. Даже у рюкзака, а это, в принципе, вещь не совсем дорогая, стоит рюкзак со скидкой, со всеми купонами и всевозможными штуками чуть больше 1900 рублей. Как-то так. Плюс-минус, может быть, 100 рублей, я сейчас точно не помню. Модели есть на 14 дюймов и на 17 дюймов. Но по отзывам и по тому, что я прочитал в лоте у продавца, написано, что в рюкзак для 14-дюймового ноутбука смело влезает 15-дюймовый ноут, если он у вас не совсем-совсем старый, не совсем-совсем гигантский. Вот такая у нас упаковочка. Что мы здесь видим? Фирменные пакеты. При этом пакет не надо разрывать, он имеет свойство открываться нормально. Непосредственно снимаем. А вот тут у нас первая загвоздочка. А загвоздочка у нас в следующем, потому что присутствие рюкзака имеет, вы знаете, китайцы любят вот эту вот, скажем так, штуку в виде безопасности. Здесь, конечно же, присутствует специальный замок. В принципе, нужно ли это современному пользователю рюкзаков? Ну, наверное, не очень. То, что оно есть, слава богу. Ну, вот, собственно, так и выглядит рюкзачок. Расцветок у этого рюкзака две. Темно-серый и светло-серый. Первые впечатления. Ну, прикольно то, что он имеет вот такую вот форму. Сейчас практически все современные модели имеют форму такой капли. То есть здесь несколько отделений. И давайте о них мы с вами поговорим. Конечно же, присутствие фирменных этикеток о том, что это действительно фирменная продукция. Не стал Bobby X Design рюкзаки. Очень много клонов, очень много пародий. На самом деле лучше купить что-то другое, но при этом оригинальное, чем, допустим, заранее знаешь, что ты покупаешь подделку. Здесь у нас есть замок. Надо почитать. Скорее всего, какой-то к нему код есть. И начну с самого начала. По бокам на фронтальной части рюкзака есть два отделения. Слева и, собственно, справа. Это независимое отделение. Впереди нельзя класть то, что вы боитесь потерять. Потому что у этого рюкзака, как и у практически всех современных рюкзаков, есть основной секретный карман. А где все самое секретное? Конечно же, рядом с человеком. То есть со спины ни один вор у вас не сможет ничего забрать или украсть. Например, паспорт или ваш дорогой смартфон, айфон или андроид смартфон. Потому что он у вас будет закрыт, собственно, рюкзаком. И вы почувствуете, если непосредственно человек приблизится к вашей спине. Сзади присутствие лямок. Лямки анатомические, мягенькие. Уплотнители для спины, уплотнитель для поясницы, для нижней части, скажем так, спины. По поводу качества. Давайте по ремням. Ну, в принципе, везде присутствие фирменных логотипов Tiger Nu. Если я не ошибаюсь правильно, как это произносится. Фурнитура. Это металл. При этом, вроде как, не совсем плохого качества. У этого рюкзака, вы по ссылке в описании, если пройдете, есть несколько очевидных плюсов. Во-первых, вроде как присутствует защита от какого-то либо воздействия влаги. Там небольшой дождь или еще что-то. Конечно, тропический ливень он не выдержит. Но, в принципе, я думаю, что небольшой дождь в средней полосе России он выдержит. Сейчас, тем более, весна. Дождей будет много. И это запатентованная или не запатентованная технология именно этой компании для очень интересной молнии. Потому что она здесь двойная. То есть, если вы внимательно посмотрите фирменные промо-ролики конкретно этой конторы, они везде показывают, что прям ножом так бьют по этой молнии. И у них ничего не происходит. То есть, соответственно, ваш рюкзак защищен. Конечно же, сама ткань и протыкается ножом и так далее. Но это не так важно. Потому что, скорее всего, вам захотят испортить непосредственно молнию. В рюкзаке есть несколько отделений. Давайте по порядку. Отделение номер 1. Самое основное это отделение для ваших вещей. Выглядит оно так же, как и на большинстве современных рюкзаков. И здесь у нас, конечно же, присутствие кабеля для того, чтобы вы могли подсоединить свой пауэрбэнк. Потому что на правой стороне рюкзака есть специальная штука для того, чтобы вы заряжали свой смартфон. В самом внутренностях рюкзака у нас серая вот такая вот подкладочка. Есть несколько карманов. Есть даже карман на молнии. Мне нравится, что здесь все уплотнено так, ну действительно качественно. Вот знаете, первое, что бросается, скажем так, что хочется сказать, это качество пошива. Действительно, для китайской вещи это очень неплохо все дело пошито. То есть в этот карман вы складываете, допустим, там, если у вас есть планшет, если у вас есть какие-то вещи. Все-таки это городской рюкзак. Конечно же, не для путешествий. Вы не сможете с таким рюкзаком поехать, допустим, покорять Байкал или еще куда-то. Хотя сюда вы сможете положить и футболку, и какие-то штаны запасные. В принципе, это будет не проблема. В основном это для пауэрбэнков, для рабочих, ученических каких-то приспособлений. Если вы студент, сюда обязательно влезает у нас любой планшет. Я думаю, что даже до 12 дюймов без проблем лезет. Есть кармашки под всевозможные пауэрбэнки. Здесь даже очень прикольно отображено, в плане, что сюда вы кладете пауэрбэнк, сюда вы можете положить смартфон, а сюда, к примеру, книги. То есть в основное отделение вы кладете то, чем вы пользуетесь каждый день. А в дополнительное отделение, как раз таки для того, чтобы все городские рюкзаки, они основаны на том, что надо использовать. Давайте я вот так вот сделаю и сейчас вам покажу. В основном отделении для ноутбука, как раз таки сюда вы кладете ноутбук. Прикольно, что вот это вот внутри, скорее всего, картон, но без разницы, что там находится, оно очень плотное. То есть у вас и спина будет поддерживаться, и при этом, соответственно, защита ноутбука. Я подготовил ноутбук. Он еще в дополнительном чехле, для того, чтобы вам продемонстрировать, что он без проблем сюда помещается. Это 13-дюймовый компьютер, лэптоп, и он без каких-либо проблем, с большим запасом, я думаю, что пятнашки сюда влезет тоже без всяких проблем. Он сюда помещается, и вы непосредственно закрываете и идете путешествовать. При этом у вас основное отделение самого рюкзака остается свободным. Ну и непосредственно те два кармашка, о которых я говорил в самом начале. Тяжеловато на рабочем столе, на обычном распаковочном столе вам показать в полный рост всю прелесть этого рюкзака. Но, в принципе, заочно он мне нравится. Действительно, неплохое качество исполнения. Действительно, сходите просто в ближайший свой базар или какой-нибудь торговый центр, в отдел сумок и рюкзаков, и посмотрите, что они продают. Они продают все то же, что продается в китайских интернет-магазинах, но действительно по завышенным ценам. Иногда такой деребас по качеству, что ничего не стоит подождать неделю, пускай две недели, и вам придет очень интересная и качественная вещь непосредственно от наших с вами китайских друзей. По поводу основной ручки. Она здесь, конечно же, есть. Она точно так же имеет анатомическую форму. Она мягкая, ее удобно держать. Можно куда-то повесить на какой-то крючок где-то в общественном транспорте. В общем и целом, в принципе, я доволен тем, что нам прислали братья-китайцы. Поддержка спины есть. Всевозможные карманы для разных видов вещей у нас присутствуют. Маленькие карманы для мелочей присутствуют. Единственное, что может быть не хватает отделения для бутылки, но вроде как в рекламном ролике здесь показывается, что именно в одно из этих небольших отделений можно положить бутылку. Присутствие разъема под Powerbank есть. Вещь фирменная, стоит до 2000 рублей. Ссылки в описании. Вам большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Вы уж тут, как говорится, меня извините за то, что, может быть, не в том ракурсе вам это показываю. Но, как говорится, как можем, так и делаем. Подписывайтесь на канал. Если досмотрел до этого момента, пиши, что ты супергерой в комментариях. Я отвечаю на каждый ваш комментарий. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»